Дорогие друзья, давно мы с вами не виделись, и вот время и повод для очередного мотивирующего видео. Значит, есть у нас Крым. Есть противник, который с Крыма пошел на Мелитополь и поджимает Мариуполь с запада, перебрасывая туда войска по железной дороге. И есть еще попытка возить из Крыма в направлении Херсона по железной дороге, она меньше, но тем не менее. Так вот, когда в начале конфликта я и президент и главнокомандующий Министерства обороны призывали к тотальному сопротивлению и гражданской войне, очень многие на севере и в других местах нашей страны, особенно на севере было удачно, в районе Сум, Чернигово, Ахтырки и так далее, устроили отличную войну с стрелами противника. И заметьте, что она сразу дала результат. На Чернигово наступления нет, на Сумы нет, на Харьков нет, на Киев нет. И это благодаря тем, кто отсек тылы. Там и спецназ постарался, и местные жители, и терроборона, но тотальное сопротивление имело низовое, народное, и решило проблему захвата Киева, возможного захвата Чернигово, захвата Сум. То есть это огромный, серьезный, систематический фактор в войне. Теперь вопрос. А не хотим ли мы устроить на юге рельсовую войну, тотальную? Снятие рельс, раскурочивание, заглушки, портить все провода, всю систему обеспечения железных дорог, до которой вы только дотянулись. Вот это было бы ровно то, что нужно сейчас нашим войскам, и особенно обороняющимся в Мариуполе, вокруг Херсона и в Николаеве. Это чуть ли не единственное место, где противник наладил снабжение по железной дороге. Есть еще сейчас на большом подозрении направление Валуйки-Купинск. Если вы там можете поработать, то работайте там. Если у вас горит творческий потенциал, и хочется послужить Родине, и есть возможности, вы живете рядом, особенно это касается железнодорожников, действующих и бывших, разнесите нахрен железную дорогу из Крыма на Херсон, из Крыма на Мелитополь. И все, что у нас есть на севере, особенно на подозрении Валуйки-Купинск. Это обращение не только мое. Я сверился перед тем, как к вам обращаться. И от чистого сердца мы вас все дружно призываем устроить тотальную рельсовую войну противнику. Потому что снабжение автомобилями крайне неэффективно. Снабжение по железной дороге намного более эффективно. Кстати, из Белагуси, возможно, пойдет такое снабжение. Даром там что ли электричество переедет. Электрички перекрашивали. И, кстати, в самой Беларуси есть уже удачные примеры рельсовой войны. Так что, братья белорусы, если вы против этой войны, то сделайте то, что у вас всегда получалось лучше всего, партизанскую рельсовую войну. И в самой Беларуси подчеркивают только на путях переброски российских войск. А портить железную дорогу во всей Беларуси, наверное, все-таки не нужно. Итак, друзья мои, тотальная рельсовая война. Любым способом ломаем железные дороги на путях переброски войск противникам. Дальше разберем все, починим. Уже очень много стран хочет нам помочь в восстановлении и создании новой Украины. В 10 раз крашить ништа, которая была и которую мы так все любим, за которой мы сражаемся. А пока разнесите нахрен все, что касается железных дорог. Подчеркиваю, только на территории, которые временно оккупированы противником. Не надо ни в коем случае ломать железные дороги на территориях, которые сейчас под контролем правительства и войск Украины. Особо хотелось бы подчеркнуть. Уничтожьте все, что занято оккупантами в смысле железных дорог. Спасибо.